Девушки отдыхают На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать Готов? Да А можно тебя тогда попросить оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых Нет, не хочу Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов А что мешает? Ну ничего не мешает, я не хочу Не готов, да? Нет На что готов ради страны? Умереть Нет, ну на такой я не готов еще пока Почему? Страшно Ты же сказал, что на все готов пока что Тогда оставь фамилию? Ну нет, это стремно Хотя бы номер телефона? Нет На что готовы ради своей страны? Да ну на все, как деды наши на смерть, наверное На смерть готовы? Да Нет, а это на патриотизм Вы патриот? Конечно На что вы готовы ради страны? На все У нас есть патриотический список Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина Почему не готовы? Украина не опровергает и не подтверждает информацию о возможной высадке своих вооруженных сил на левом берегу Днепра в Херсонской области Спикер сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что работа на этом участке фронта требует информационной тишины Я хочу, чтобы все поняли, что эта очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие, как Днепр Когда линия фронта проходит по такой широкой и мощной реке Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных Поэтому здесь нужно набраться терпения Руководитель пресс-центра прокомментировала данные Американского института изучения войны Его аналитики, которых спикер назвала студентами, пишут, что украинская армия, вероятно, высадилась на левом берегу Днепра в Херсонской области И заняла позиции севернее населенного пункта Олежки Эксперты заявили, что по предоставленным геолокационным данным можно подтвердить, что вооруженные силы Украины могли занять эти позиции И что российские силы могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка При этом отмечается, что российские военкоры 20 и 22 апреля заявляли об установлении украинской армии стабильных линий снабжения И о регулярных боевых вылазках на левом берегу Днепра в Херсонской области При этом российские аналитики отметили, что численность украинской группировки на левом берегу и ее задачи не ясны А вот по утверждению российских военкоров речь идет не о создании полноценного плацдарма, а скорее об эпизодическом присутствии украинских военных на восточном берегу Днепра Тем временем руководитель так называемого ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его наемники больше не должны брать в плен украинских солдат Информация об этом появилась в телеграм-каналах, которые ведутся от имени соратников главы ЧВК Вагнер Пригожин подчеркнул, что такое решение он принял после перехвата телефонного разговора, где якобы украинские бойцы говорят о расстреле вагнеровца По словам главы ЧВК, ранее его бойцы следовали правилам гуманизма, лечили пленных и обменивали в целости и сохранности Нарушать правила гуманизма мы не будем И будем просто уничтожать всех на поле боя Поэтому этот закон будет называться закон трехсотого Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого Расстреляли украинские негодяи И будем убивать всех тех, кто есть на поле боя Ни одного пленного больше не брать Надо отметить, что гуманизм наемников ЧВК Вагнер совсем не очевиден В частности, в российских телеграм-каналах предполагали, что шокирующее видео, на котором военному в украинской форме отрезают голову Было снято именно вагнеровцами О том, каким изменениям на фронте может привести создание плацдарма на восточном берегу Днепра Мы поговорим с израильским журналистом Сергеем Ауслендером Сергей, здравствуйте Добрый вечер Сергей, скажите, по вашей оценке, вы считаете возможным, что украинские военные смогли провести десантную операцию через реку шириной более 100 метров и закрепиться на ее восточном берегу? Ну, это совершенно невозможно оценить ввиду малого количества данных Потому что, как вот я полагаю, Институт изучения войны это такой не самый информированный источник И я здесь совершенно согласен с Натальей Гуменюк о том, что нужно соблюдать информационную гигиену и тишину По всей линии фронта, она там больше тысячи километров, насколько я помню, да, от юга и до границы с Белгородской областью идут какие-то действия Какие действия там идут, мы толком не знаем Там на одних участках тяжелые бои, на других там артиллерийские перестрелки На третьих там действия каких-то диверсионно-разведывательных групп И все это продолжается, я не знаю, уже довольно долго И на данный момент оценить, что же там произошло вот на юге, собственно, да Что там за десант высадили украинцы Были ли это там ДРГ на резиновых лодках Или там высадили, я не знаю, там целый батальон с техникой Мы этого вот ничего не знаем И поэтому вот тут можно только исключительно гадать на кофейной гуще А я вот этим не люблю ужасно заниматься Поэтому в данной ситуации пока вот довольно сложно оценить, что же там происходит Как вы считаете, есть ли признаки того, что Украина в ближайшее время начнет отвоевывать земли Начнет контрнаступление, которого очень многие ожидают Можно ли ожидать, что оно начнется в ближайшую неделю Либо же это все-таки перспектива нескольких месяцев Ну вот вопрос, что вкладывать в понятие ближайшее время Или ближайшую неделю, или ближайшие несколько месяцев И опять мы возвращаемся вот к гаданию на кофейной гуще Потому что тот срок, который назывался в этих якобы утекших документах Пентагона 30 апреля, но он совершенно нереалистичный Тут достаточно посмотреть на прогноз погоды Потому что там дожди, слякоть, грязь, снова дожди, пасмурно, опять дожди Вот так вот примерно до начала мая Пока на фронте сохраняется распутница, она там сохраняется в данный момент Грязь по пояс буквально в таких условиях механизированные соединения двигаться не могут просто физически Они будут вынуждены привязываться к дорогам, на которых они станут легкой мишенью для артиллерии или для авиации Поэтому я полагаю, что в ближайшую неделю-две наступление это точно не начнется Разве что будут вот какого-то рода вот такие беспокоящие действия Типа там высадки на юге там, там каких-то контрнаступательных может быть действий на отдельных участках фронта С целью улучшить тактическое положение Но вот глобально наступление вряд ли начнется до того, как установится хорошая погода Плюс минимум неделя, а лучше две Для того, чтобы степь высохла и тогда можно будет вести речь о каких-то там наступательных действиях таких широкомасштабных Также Евгений Пригожин, вот только что мы его слышали, он призвал убивать, не брать военнопленных Но ранее, день до этого он заявил о том, что он советовал Кремлю перейти к обороне При этом все готовятся к контрнаступлению, как бы все ожидают контрнаступления украинской армии Но одновременно российские войска продолжают пытаться захватить Авдеевку, Глидар и Бахмут Почему российские войска не вкапываются в землю, а вот вгрызаются в эти небольшие города? Ну так это же вопрос на миллион долларов Кто же знает, да, какая у них мотивация, для чего они это делают Хотя очевидно совершенно, что, например, Бахмут никакого вообще, не то чтобы стратегического Он и тактического значения не имеет Но в случае там прям совсем угрозы окружения украинцы просто отойдут на следующую линию обороны Как это произошло в свое время, там, в Северодонецке или Сечанске Закрепятся там и будут дальше обороняться И это одна линия обороны, за ней вторая, там третья А за ней славянский Краматор, самый мощный укрепрайон Донбасс Поэтому я, честно сказать, не могу никак объяснить это с точки зрения здравого смысла Зачем они продолжают штурмовать этот несчастный Бахмут Который уже там весь полностью разрушен, да И там идут бои буквально за каждый дом, причем там иногда неделями Так что тут вот прям это объяснить как-то абсолютно невозможно И по логике, вот если рассуждать опять же с точки зрения формальной логики и здравого смысла Им по идее надо уже переходить к обороне Потому что свой наступательный потенциал они исчерпали Ну вот на двух, буквально трех участках они там еще проводят какие-то наступательные действия Которые опять же сводят к городским боям за отдельные дома, отдельные кварталы Зачем это нужно, я вот прям хоть убейте не знаю Что касается заявления Пригожина, могу сказать только одно Это дорога с двусторонним движением Окей, он заявил, что не будут брать в плен украинцев Значит украинцы не будут брать в плен военных из ЧВК Вагнер Вот буквально к этому это приведет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok